здравствуйте дорогие друзья здравствуйте отец валерий здравствуйте сегодня мы обсудим достаточно распространенный миф о том что бог обитает во вселенной так ли это ну обычно как люди говорят что вот он сотворил себе вселенную как жилище некое как дом в котором он нуждается на самом деле это не так почему потому что бог он вообще безграничен и необъятен и наш мир не может вместить в себе бога то есть господь не нуждается в нашей вселенной как в каком-то жилище для себе единственное в чем он нуждается но это тоже в кавычках условно это в человеческом сердце чтобы пребывать внутри сердца человеческого так как человек призван к общению с господом и мы должны поэтому свое собственное сердце созидать как храм для бога как обитель в котором господь должен пребывать как раз отличие христианского от языческого понимания мира в чем в том что в язычестве вот боги это были такие внутри космические силы которые обитают внутри нашей вселенной то есть они не все совершенны это как такие вот духи на самом деле языческая вот эта вся религия она и говорит фактически о падших духах которые изображали себя богами вот и являлись людям вот они действительно они здесь обитают внутри вселенной а господь нет он не нуждается в этом он в нерукотворенных храмах живет как говорится в священном писании но речь даже не об этом о том что он над нашим миром он вообще над всем потому что к нему неприложима категория не пространство не времени вот то что характеризует нашу вселенную и в то же время в то же время куда бы мы не пришли мы можем помолиться богу даже если представить что изобретут какой-то космический аппарат который направит какой-то отдаленный уголок вселенной то и там можно обратиться к богу потому что господь он хотя он над миром но он являет себя внутри мира то есть можно сказать что господь ну вот если фактического местонахождения все-таки попытаться найти он в нашем сердце он везде своими благодатными силами он везде присутствует но в сердце нашем он бывает только тогда когда сердце наше чисто когда она готова его принять да когда она готова его принять а так хоть в какое созвездие хоть там на альфа центавра улите и там можно будет помолиться бога и господь тебя услышит он везде являет свое присутствие но не потому что он нуждается во вселенной как жилище а потому что просто он над миром над временем над пространством и пространство над ним невластно а благодатные силы может и ведь хоть где спасибо отец валерий будем искать господа везде и всегда мы благодарим мы благодарим вас дорогие зрители за ваши интересные вопросы и призываем вас и дальше их присылать а мы вместе с отцом валерием будем рады на них ответить до скорой встречи непременно рассмотрим интересующие вас темы храни вас господь